Четыре человека получили электротравму после удара молнии. Один находится в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь. Таков итог разгула стихии в регионе. Гроза, ливни, град, шквалистый ветер. Такая погода в последние дни уже стала привычной. Минувшие сутки не исключение. Сводки погоды как с фронта. Затопленные подвалы, фонтаны из ливневых коллекторов, машины в воде по крышу, поваленные деревья. За сутки с улиц их убрали больше трех десятков. Пять человек получили травмы, находясь внутри автомобилей, на которые и падали деревья. Кроме того, больше пяти тысяч человек в 33 населенных пунктах региона остались без света. По состоянию на 14 часов 4 августа без электроэнергии остаются шесть населенных пунктов в четырех муниципальных районах. Аварийно-восстановительная работа продолжается. Вопрос восстановления электроэнергии в пострадавших населенных пунктах находится на личном контроле главы Чувашской Слюки Олега Алексеевича Николаева. Тем временем дождь продолжает затапливать улицы. Людям приходится форсировать настоящие реки, чтобы добраться до своих машин и подъездов. В соцсетях шквал постов о протекающих чердаках и крышах. Прогнозы метеорологов неутешительны. Воздух в регионе продолжит прогреваться до 32 градусов и выше. А сменяющие друг друга антициклоны и циклоны принесут дожди и грозы. МЧС просит не подходить близко к электропроводке, молнииотводам, водостокам, матчам ТВ-антенн и мобильной связи. По возможности во время грозы необходимо выключить все электроприборы и закрыть двери и окна. Продолжение следует... Продолжение следует...